МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отрицательное воздействие человечества на окружающий мир велико. Земля всё больше терпит натиски промышленного прогресса и хозяйственной деятельности человека. Всё это привело к наступлению новой эры, антропоцена. Какое время мы сейчас переживаем? Что привело к бедственному состоянию природы и как восстановить благоприятную среду, смотрите в сегодняшнем выпуске. Человечество всё больше загрязняет воздух, воду, почву и безмерно потребляет природные ресурсы. Научно-технический прогресс привёл даже к космическому загрязнению. Человек получает энергию от пищи, однако сектор пропитания стал приносить болезни и недуги человечеству благодаря нецелесообразным покупкам и отходам. Одна третья часть производимого продовольствия мира оказывается мусором. В Северной Америке 50% продуктов питания, доходя до домов потребителей, вскоре отправляются на свалку. А в Европе перевод продуктов доходит до 30%. Потребление имеет очень важное значение, потому что мы потребляем больше, чем планета может устойчиво производить. Мы используем более положенного на 60%, поэтому нам необходимо сократить потребление не только энергии, но и воды, минералов и всех остальных природных ресурсов. Мы должны начинать с индивидуального потребителя и отражать изменения на производителях, потому как производитель тоже использует природные дары. Международный геологический конгресс 2016 года стал одним из важных саммитов по обсуждению насущных вопросов экологии. В саммите, который прошел в южноафриканском Кейптауне, ученые со всего мира пришли к выводу, что человечество вступило в новую эпоху, так называемую антропоцен. Термин буквально переводится как «время человека», что отражает доминирующее влияние людей на планету. При этом ученые не пришли к единому выводу о точном времени возникновения новой эры. Многие считают началом антропоцена индустриальную революцию XIX века. Другие — освоение ядерного оружия с середины прошлого века. Так или иначе, все это приводит человечество к опасной точке невозврата, когда действия уже не спасут от глобальной природной катастрофы, считают ученые. Мы должны опомниться, мы должны знать об этой новой геоэкологической эре. Конечно, она наступает... Есть теория становления, философская теория становления. Любая вещь, любое явление, любой объект, любой процесс проходит четыре этапа становления. Первый — это абстрактный предпосылок становления. Вот для антропоцена — это вся предшествующая история развития науки и техники, например, городов. А потом действительный предпосылок становления — это промышленная революция, говорю, XIX века. Вот сам процесс начала — это уже атомный век, XX век, например. Не дай Бог, чтобы антропоцена полностью, например, развился. Таким образом, антропоцена заставляет, вот вывод ученых, главный вывод ученых, заставляет все человечество подумать, обдумать, перерасмыслить свои места. Вообще, в общей теории эволюции. Подкосило экосистему и пластиковое загрязнение. Мировые воды уже давно стали свалкой, а пробы воды из разных местностей показывают содержание частиц пластика. С проблемой загрязнения воды стали часто сталкиваться развитые страны, которые в большей степени наносят урон. Отсюда нарастает необходимость изобретения новых технологий по очистке сточных вод и его повторного использования в промышленности. Внедрению технологий по водоочистке в Казахстане большой вклад вносит Японская ассоциация Ротоба. Миссия организации — создание площадок для поиска партнеров по предпринимательству между странами СНГ и Японии. Водный сектор в Японии имеет передовые разработки. Япония также столкнулась с этапом индустриализации, когда вопросы экологии просто не рассматривались. С учетом того, что в Японии растет число населения, мы столкнулись с проблемой загрязнения воды. Это дало начало к новым действиям по очищению и получению чистой воды. Поэтому японские компании обратили на это внимание и больше стали работать в производстве новых технологий. Японские производители находят Казахстан потенциальным потребителем водочистительных технологий. В свою очередь, системы по водоотведению и ее переработке необходимо внедрять в Казахстане, считают эксперты отрасли. Это позволит использовать ресурс многократно и рационально. Водопереработка может стать актуальной во многих бытовых сферах и индустриальных циклах страны. Таким образом, новые технологии, в частности водные, способствуют развитию торговых отношений между странами. Водотехнологии интересны не только Японии, но и многим другим странам, у которых дефицит чистой и питьевой воды. При этом стоимость водочистительных технологий эффективная по долгосрочному применению. Они не наносят вреда экологии и могут быть необходимы в Казахстане. Поэтому мы считаем, что водные технологии – одно из направлений, которые отражают развитие наших отношений и являются перспективным направлением для развития промышленности вашей страны в будущем. У нас уже сложились хорошие взаимоотношения с казахстанскими энергетическими компаниями, с которыми мы работаем по разным направлениям. Мы стараемся содействовать торговле между странами. Загрязняя экологию, люди в первую очередь вредят самим себе. Вода и пища сегодня пропитаны множеством химикатов. Желание накормить все население Земли привело к более широкому применению генномодифицированных организмов. ГМО стало одним из главных маркеров антропоцена. Во многих западных странах люди даже за большие деньги не могут приобрести натуральный продукт. Сегодня даже в ученых кругах спорят о вреде и пользе ГМО. Однозначно спрос на такие продукты рождает предложение и, следовательно, способствует их дальнейшему распространению. В России анализом ГМО занимаются два научных института, а на законодательном уровне внесен запрет на применение и выращивание ГМО. На казахстанский же рынок такие продукты проходят в больших объемах без указания на упаковках наличия генетически измененных компонентов. Это же противоречит существующим законам об обязательном указании маркировки. Такое случается с недостатком лабораторий, которые выявили бы трансгенные организмы. Вот, например, Казахстан. Ну, здесь есть два момента. Как будто 18 миллионов наших населений. С нашими природно-климатическими условиями, нашими ресурсами, мы еще как можем обеспечить именно чистыми продуктами свое население. То есть здесь интерес, экономический интерес, экономический интерес – главный, так сказать, определитель. Снизить натиск антропоцена может уменьшение безмерного потребительского аппетита. Для этого ученые в первую очередь призывают человечество к возведению экокультуры. От малого до велика всем необходимо пересматривать привычки потребления, научиться сострадать природе и воспитывать ответственное поколение. Немаловажны и использования технологий, которые под давлением нефтяных, газовых и угольных гигантов не могли развиваться десятилетиями. Первым-наперво, это я всегда считаю так, это формирование, это привитие с молодых лет каждому именно гуманистической, можно сказать, экологической культуры, путем обучения, образования, воспитания, путем привития, скажем так, экологического мышления, экологического сознания, например. Вот это первое. И во-вторых, естественно, это переход к энергосберегающим, альтернативным источникам энергии. Благо, что ученые физики, химики, технории, например, кто еще, биологи, например, ну, естественно, научные направления ученые, давным-давно уже изобрели. Альтернативные источники энергии в разных странах используют. Правда, сейчас вот некоторые мировые, так сказать, корпорации, крупнейшие, например, корпорации, которые используют прежние источники энергии, особенно нефть и газ, например, да, или, скажем, уголь, они пока препятствуют, например, вот именно широкомасштабному использованию новых источников энергии. Надежный, как земля, выражение непростое. Оно отражает стойкость матери природы, которая, несмотря ни на что, держится над злоупотреблением человечества. Необходимость бережного обращения к окружающему миру растет с каждым днем. Выбирайте устойчивый образ жизни и участвуйте в создании «зеленой экономики» вместе с телеканалом «Хабар-24». Субтитры создавал DimaTorzok